Это поможет продлить плодоношение огурцов теплицы. Все мои соседи по даче выращивают огурцы. А так как теплица есть почти у каждого, то все стараются высадить этот овощ как можно раньше. И встречая в начале лета то соседку справа, то соседа слева, неизменно слышу вопрос. Ну что, огурчики пошли уже? И все будто соревнуются, у кого раньше всех появятся первые огурцы. Ранний урожай хрустящих молодых огурчиков. Конечно, никого из нас не оставляет равнодушным и дарит огромную радость после долгой холодной зимы. Только уже к середине лета теплица зарослями огуречных плеть и начинает становиться похоже на джунгли. Причем основная часть побегов к этому времени уже заканчивает плодоносить. Листья грубеют и засыхают, а урожайность этого овоща резко снижается. Однако я не останавливаюсь на достигнутом, а помогаю своим зеленым питомцам продлить период плодоношения до сентября. Некоторые мероприятия по моложению огуречных кустов помогают мне добиться повторного плодоношения. Такого количества плодов, как первую волну урожая я, конечно, не снимаю. Но та часть зеленцов, которая успевает завязаться и подрасти до наступления устойчивых осенних похолоданий, очень радует нашу семью. В сентябре, когда у большинства огурчики уже давно сошли, мы еще лакомимся сочными ароматными зеленцами. В это время они кажутся намного вкуснее. Во второй половине лета я провожу ревизию в теплице. На гуречных кустах срезаю абсолютно все засохшие и начинающие желтить листья. Оставляю только здоровые молодые листочки. Иногда получается, что зеленые листья остаются только на самой верхушке побегов, но это не беда. При этом внимательно осматриваю стебель каждого растения и особенно место у корня. Он непременно должен быть здоровым без каких-либо признаков повреждений. Если обнаруживаю кусты с увядающими поникшими листьями, которые производят впечатление, будто им всего-навсего не достает влаги, то удаляю такие кусты полностью из теплицы. То окус них все равно не будет, потому что вянущие листья не что иное, как признак поражения растений корневыми гнилями. Помимо этого на кустах срезаю все тонкие плети, а также самые нижние. Они к этому времени уже полностью исчерпывают свой потенциал. После такой омолаживающей обрезки в паронике сразу становится светло. А свет для огурца – один из важнейших моментов для нормального развития и плодоношения. При загущенных посадках кусты начинают стареть намного быстрее. Такая обрезка позволяет перенаправить все питательные вещества на рост новых побегов и формирование цветовой завязи. Затем я немного отпускаю скользящую петлю, с помощью которой креплю огуречный плетик шпалере, и приспускаю главный стебель каждого куста так, чтобы его можно было уложить небольшим кольцом в лунку. После этого лунку вместе с уложенной частью стебля засыпаю перегноем и увлажняю теплой водой. Такой прием позволяет в короткие сроки нарастить молодые всасывающие корешки, которые будут являться самой активной частью корневой системы. Сверху поверхность под кустами мульчирую толстым слоем соломы, торфа или перепревших опилок, которые будут предохранять корневую систему от резких перепадов температур в августе-сентябре и препятствовать развитию грибковых заболеваний. После этого опрыскиваю кусты раствором фитоспорина, а через 1-2 дня раствором мочевины 15 граммов на 10 литров воды. Через 5-7 дней провожу подкормку раствором микроэлемент в унифломикро 10 мл на 10 литров воды, а еще через неделю раствором циркона или эпина, приготовленным по инструкции. Помимо вне корневых подкорма каждые 5-7 дней удобряю кусты под корень настоем коревика 1,10, с добавлением древесной золы, 0,5 литра на 10 литров питательной смеси, расходуя по 1 литр раствора под каждый куст. Причем произвожу такую подкормку только после очередного полива. Помимо этого в промежутках между вышеописанными мероприятиями опрыскиваю растения по листьям настоем луковой шелухи, которую собираю зимой специально для омоложения огурцов во второй половине лета. Для этого 0,5 литра банку шелухи заливаю 2-3 литра кипятка и оставляю на сутки настаиваться. После этого процеживаю настой. Довожу его объем до 10 литров и обильно смачиваю листья и стебли растений из опрыскивателя. Данное средство не только насыщает растения микроэлементами, но и препятствует появлению патогенной микрофлоры благодаря своему бактерицидному свойству. Погода в августе-сентябре стоит еще довольно теплая, но прохладная пасмурная погода тоже уже не редкость в этот период. В такие дни я огурчики согреваю. Для этого раскладываю вдоль огуречной грядки ведро тлеющих углей и закрываю все окна и двери в теплице. Температура при этом в парнике повышается, и растения чувствуют себя вполне комфортно. Также в период похолодания сокращаю поливы, так как в таких условиях корневая система более уязвима и повышен риск развития корневых гнилей. Эти нехитрые приемы позволяют подарить вторую жизнь огурцам во второй половине лета. После таких процедур побеги вновь трогаются в рост. На них появляются здоровые листья, цветы, а затем и молоденькие огурцы.